Сочи отметил День России. Концерт на площади Южного Мола по традиции стал многонациональным. Пляжный рейд. Глава Сочи проинспектировал Дагомыс и Лао. Полтора месяца назад к арендаторам пляжа было очень много вопросов. Жюри понравился «Хороший мальчик». Кинотавр раздал призы и попрощался до следующего лета. От строительства пандуса до развития села свои проекты в краевой столице представила «Единая Россия». В Краснодаре прошел партийный форум. С выставкой проектов ознакомились глава региона и председатель ЗСК. Все представленные идеи уже давно воплощают в жизнь. Один из них – строительство спортивных комплексов. Это, наверное, самый, на мой взгляд, успешный проект российский. Мы построили, 40 объектов у нас зашло с программой. Это для края очень много. Мы впереди всей России. Сегодня все, что мы видим в крае, все спортивные объекты, комплексы – это все практически вклад в «Единая Россия». И нам не надо присваивать то, что сделала «Единая Россия». Для нашего края, для нашего региона, для спорта, для молодежи, которая сегодня на самом деле может уйти с улиц и прийти в современнейшие спортивные комплексы. Даже не объекты, а комплексы. Вот здесь надо правильно расставлять акценты. И тогда, на самом деле, народ будет понимать, что сделала для него «Единая Россия», что для него сделала партия народа. Она не справами сделана, она реальными действиями. Не менее значимый проект – это создание безбарьерной среды в крае. Это одно из приоритетных направлений, которое позволяет для людей с ограниченными возможностями здоровья сделать жизнь в обществе более доступной. Безбарьерную среду должна создавать не только власть и не только мэрия. Безбарьерную среду должно создать само общество, само население, жители города, края, России. Это главное, что сегодня должна быть. Терпимость к инвалиду, терпимость к его проблемам, сочувствия и сопереживания. А методом просто условий или услуг для того, чтобы ему было комфортно передвигаться или создать подъемники – это можно. Я уверен, мы это сделаем. Инвалиду нужна просто поддержка того, кто с ним живет рядом. Это намного важнее. Результаты есть и после реализации проектов здравоохранения. Например, с помощью нового современного оборудования в больницах стало возможным снизить младенческую смертность больше, чем на 11%. Однако, по словам Вениамина Кондратьева, важно, чтобы современные способы лечения были доступными для каждого жителя края. Доступность к современнейшим способам есть не у каждого жителя края. Об этом идет речь. И об этом они, когда езжу по районам, по дорогам и селам, в этом не кричат. Поэтому сегодня наша с вами задача – создать им условия, чтобы они могли все, кто необходимость в этом имеет, в современнейшие медицинские центры попасть, даже пусть краевые. Это очень важно. А подчас у них даже амбулатория закрывается. И мы с вами делаем все, чтобы они не закрывались. Вот это самое главное. Жизнь и на селе, и в хуторе не должна остановиться ни в коем случае. Это наша с вами сегодня социальная ответственность перед людьми. И я уверен, что мы ее выполним. Также на форуме подвели итоги конкурса среди предприятий края «Звезда качества России». Вениамин Кондратьев и Владимир Бикетов вручили награды победителям. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сочи отметил День России концертом на площади Южного Мола морского порта. Праздник по традиции стал многонациональным, ведь на территории курорта проживают представители более 120 национальностей. Звучали стихи и песни об отчизне. В торжествах приняли участие и многочисленные гости курорта. На сцене и Калинка, и Лизгинка. В День России над площадью звучала национальная музыка народов, населяющих Черноморское побережье Кавказа. Мы здесь родились, у нас многонациональные, мы росли, выросли все. У нас дома не было в молодости, а сейчас просто хорошо сделано. Вот хорошо. Так что наш родной город, праздник, веселье. Замечательно просто, настроение отличное, позитив полный. Как говорится, будем жить всем чертям назло. Представители всех 30 сочинских национальных общин гуляли широко, как говорится, по-русски. Каждый гость праздника смог познакомиться с народным искусством и творчеством. Прогулялся по импровизированной ярмарке и глава курорта Анатолий Пахомов. День России – это день моей родины и день всех моих горожан. Естественно, мы достойно празднуем этот праздник. С учетом того, что город Сочи – это многонациональный город, то в этом празднике принимают участие все наши 120 национальностей. И они показывают свою культуру, показывают свою историю, свое искусство. Перед публикой выступили солисты сочинской филармонии, хореографические коллективы. Но главными звездами вечера, по общему мнению, стали самые юные артисты. Дети блистали талантом и заводили толпу, как опытные профессионалы. А в Краснодаре горожан в этот день поздравили губернатор и мэр Краснодара. Вениамин Кондратьев отметил, цитирую, сплоченность россиян раздражает многих в мире, но наша страна не сломается ни перед какими трудностями. Мы помним наше прошлое, мы помним наши победы, мы помним наших героев, прошлых и настоящих. Для нас честь быть гражданами этой огромной, многонациональной, красивой, сильной и богатой страны. Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин жестко и последовательно отстаивает интересы России на внешнеполитических рубежах. А мы должны здесь, внутри, сплотиться вокруг него и сделать нашу страну еще сильнее изнутри. Нам многое, что предстоит сделать для того, чтобы передать нашу красавицу Кубань нашим потомкам. С праздником, друзья! С днем Великой России! На сцене Вениамин Кондратьев вручил паспорта подросткам, которым к этому моменту исполнилось 14. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. В День России в центре Сочи открыли новый скейт-парк. Спорткомплекс перенесли с площади, где установлен памятник Николаю Островскому, к центру дополнительного образования школьников. Демонтаж старого скейт-парка, напомню, в свое время вызвал большой общественный резонанс. Юные велосипедисты, роллеры и скейтбордисты быстро заполнили помос искусственными преградами. Для человека далекого от уличного экстрима эта площадка – серьезная полоса препятствий. Для подростков в шлемах и наколенниках – место, где они могут продемонстрировать свое мастерство и смелость. Я считаю, что замена достойная. Ее я бы не стал сравнивать. Стало хуже, либо лучше. Это абсолютно новая конфигурация, так скажем. Новые фигуры, новые возможности. Я думаю, что получится совсем по-другому и намного интереснее. Герман Карпушин и его друзья занимаются экстремальными видами спорта 12 лет. Сочинец проставил родной город на десятках соревнований в классе BMX. Райтер говорит, старая площадка, как прочитанная книга, немного надоела. А именно для его вида спорта очень не хватало одной фигуры – фан-бокс для полетов на велосипеде. В новом скейтпарке этот недостаток учли, да и сама площадка стала просторнее. Раньше велосипедистам было тесновато, сейчас есть где разгуляться. На мой взгляд, сегодняшнее место расположения самое удачное, потому что оно находится рядом с детским центром. Здесь же можно и мероприятие безопасности соблюсти. Вы видите ограждение, освещение, камеры, видеокамеры. Ну и самое главное, что ребята, которые действительно занимаются этим видом спорта, они довольны. Они говорят, что эта площадка стала лучше, чем та была. На открытие новой площадки пришли десятки юных экстремалов. Праздничное настроение создавали молодежные вокальные и танцевальные коллективы. Райдеры, в свою очередь, тоже не остались в долгу. Обкатку скейтпарка превратили в настоящее шоу. В новом скейтпарке сделали специальное освещение для занятий в темное время суток. Установлена и видеокамера. За ситуацией на этом спортивном объекте теперь наблюдают в режиме реального времени. Заниматься на свежем воздухе теперь можно будет под музыку. Над площадкой взяли шефство активисты сочинского отделения партии «Единая Россия» и по случаю открытия подарили музыкальную колонку с автономным источником питания. Теперь на очереди Лазаревский район. Там в ближайшее время также появится свой скейтпарк. Елена Всецна, телекомпания «ФКТ». В Центре восстановления леопарда в Сочи 12 июня родились три котенка. Потомство появилось у самца алауса и самки черри. Новорожденные чувствуют себя хорошо и находятся с матерью. Пол животных будет определен через два месяца в период проведения первой вакцинации котят. Напомню, алаусы и черри – леопарды, отловленные из естественной среды обитания во взрослом возрасте в Туркменистане и Иране. В 2009 и 2010 годах они были переданы России в рамках реализации программы реинтродукции популяции леопарда на Кавказе. Это уже третье потомство, которое приносит дикая пара в Центре и второй случай рождения трех котят в одном помете. По словам главы Минприроды России Сергея Донского, это говорит о хорошем физическом и психологическом состоянии крупных хищников. Ранее черри доставила массу хлопот сотрудникам Центра, отказываясь от своих котят. С 15 по 26 июня в связи с полной заменой деревянного настила подвесной мост через реку в районе Центрального рынка будет закрыт. В качестве альтернативы пешеходам предлагается использовать автомобильный мост по Московской. Ремонт носит плановый характер. Сейчас закончены все фасадные работы. Замена деревянного покрытия сделает этот объект более безопасным. И продолжаем выпуск. На автодороге Адлер-Альпика-Сервис в ДТП накануне погибли три человека. И еще двое получили тяжелые травмы. В районе 20 часов на автомобильной автодороге Адлер-Альпика-Сервис произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Тойота Карина и мотоцикла. По предварительной версии водитель автомобиля Тойота выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с мотоциклом. В результате чего три человека погибло и два получили травмы различной степени тяжести. Пляжный рейд накануне глава города проинспектировал прибрежные территории Дагомыса и Лао. Предыдущий визит мэра был полтора месяца назад. И тогда к арендаторам пляжа было очень много вопросов. Что изменилось сейчас, расскажет Елена Овсетсина. Начало сезона. Для некоторых конец трудовых будней. Кафе «Утомленные солнцем» стоит прямо на пляжной полосе Дагомыса. Еще полтора месяца назад от владельцев потребовали освободить набережную. На демонтаж дали срок до 1 июня. За прошедшие пять недель в незаконном кафе разобрали только треть площади деревянного пола. Теперь за дело возьмется администрация. Потребуется 3-4 дня. Заплатит за это хозяин бара, раз не сделал сам вовремя. И привыкли так жить. Налоги не платить. Обманывать за счет других. Присосаться к чему-то. И врать постоянно. Я не знаю, я не вру никому. Еще раз говорю, как вы не врете, если вы пообещали 1 июня, а сделали еще 9 не сделано. Такой цвет заказать. Я еще раз говорю, как вы не врете, если вы говорите, это что, не вранье? Сама набережная Дагомыса тоже подверглась немалой критике. Сейчас ее внешний вид лучше, но до идеала еще далеко. Не все предприниматели выполнили свои обещания. На устранение недочетов им дали пару дней. Кроме того, мэр в очередной раз напомнил, что должны быть созданы все удобства. Недопустимо, чтобы за посещение санитарных комнат взималась плата. Кроме того, мэр попросил арендаторов часть пляжного оборудования сделать бесплатно. И со значительной скидкой для пенсионеров и других льготных категорий граждан. Пример набережная в Лау. Здесь к лету подготовились основательно аэрарии и зонты для туристов бесплатные. Благоустроили и набережную. Благодаря поручениям Анатолия Николаевича была проведена огромная работа. Все пляжи Лау, это и горный воздух, Лау, Вардене были проведены в соответствии. Большое внимание поручения Анатолия Николаевича было идено экологией, наведению порядка, сносу самовольных объектов, которые находились на пляжных территориях. Все эти задачи были выполнены. Снесены практически все объекты, которые находились на галичнике. Весь этот мусор вывезен, утилизирован. На пляже Лау завезли 10 тысяч тонн щебня для расширения зоны отдыха и провели очистку дна и берега укрепления. Кроме того, сейчас продолжаются работы по соединению двух прогулочных прибрежных зон. Лау и горный воздух уже скоро объединит набережная. Остался один небольшой участок, на котором стоит незаконное кафе. В ближайшее время его демонтируют и работу будут завершены. Из того убогого пляжа, застроенного какими-то торговыми объектами страшными, мы действительно создали такой хороший уголок, великолепный пляж, хорошая набережная. И я уверен в том, что отдыхающие, которые много-много лет ездят в Лау, они оценят, они уже оценили. Они видят, какие серьезные преобразования в лучшую сторону происходят в Лау. И в самом поселке Лау, видите, канализацию все сделали, дороги забетонировали, объекты хорошие. Набережную еще предстоит довести до идеального состояния. Необходимо ограничить проезд транспорта на эту территорию. По поручению Анатолия Пахомова на въезде уже к следующей неделе появится шлагбаум. А в течение ближайших 20 дней здесь должны исчезнуть и все старые тентовые навесы. Помимо этого, мэр поручил проверить, как владельцы частных мини-гостиниц платят налоги и проводить постоянный мониторинг состояния пляжных территорий по всему Сочи, чтобы у гостей курорта не было претензий и они увезли домой только приятные впечатления. Елена Овсицына, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Более 80 домов и мини-гостиниц с начала года отключили от воды в поселке Лао. Все они сбрасывали стоки в ливневке. Налицо явное нарушение природоохранного законодательства. Что ждет таких нарушителей, расскажем в нашем следующем сюжете. Поселок Лао, улица Разина. Сюда с рейдом отправились сотрудники районной администрации, водоканала и полиции. Первый дом и сразу нарушение. Точнее, это не дом, а целая мини-гостиница. Бизнес у хозяина поставлен хорошо, но вот о водоотведении он почему-то не позаботился. Сливает стоки прямиком на грунт и в ливневку. Согласно вашим показаниям счетчика, оно не соответствует действительности. Вы потребляете до 50 кубов наверняка, а выкачиваете по 5 кубов. А вот 45 кубов вы сливаете в грунт, в речку, в канализацию. Потом это все в море. Хозяину выдают предписание. Сотрудники водоканала отрезают дом от воды, ставят заглушку. Благо цивилизации вернут только после того, как хозяин гостевого дома установит лосы, либо подключится к центральной канализации. Такая возможность на улице Разина есть. Впрочем, совсем без воды хозяина тоже не оставят. Ее будут доставлять в специальных баках. Это явное нарушение санитарных норм. Естественно, большая часть людей довольна этой работой. И довольны только те, кого мы отключаем. Но я думаю, что после того, как они приведут соответствие в свою канализационную систему, они тоже будут довольны, потому что им здесь жить, ходить на этом море, купаться. Прежде чем пойти на карательные меры, сочинцев предупреждают. Причем неоднократно. С начала года в ЛАО уже отрезали от воды более 80 домов и мини-гостиниц. 70% из них уже устранили нарушения, подключились к канализации или установили лосы. Эта работа будет продолжена во всех районах курорта. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Кино и цирк сошлись в одном проекте. Сочинский цирк расширил свои возможности. И сегодня на арене состоялось непривычное представление, а кинопоказ. Зрительный зал цирка переоборудован в кинотеатр. На первом киносеансе побывала наша съемочная группа. Сегодня на арене цирка вместо клеток с тиграми огромный экран. Кинотеатр в цирке появился благодаря совместному проекту Росгосцирка и Министерства культуры страны. Приурочено такое начинание к году кино. Именно таким образом россиянам решили вернуть доступные отечественные художественные и мультипликационные фильмы. Не секрет коммерческим кинотеатрам выгоднее крутить пленку с зарубежными блокбастерами. А в цирках 100% сеансов будет отдано российскому кино. К слову, на 24 аренах, задействованных в проекте, планируется проводить не только ретроспективы, но и устраивать премьерные показы отечественных картин. Новая мера, тем более для цирков это необычно несколько, да? Но, тем не менее, у нас есть возможность теперь, в те дни, когда в цирке не проводятся представления, приобщить нашу молодежь, старшее поколение, кто-то вспомнит российское кино, отечественное, качественное, классическое кино. Это не коммерческий проект, и задача заработать здесь не ставится. Проект этот просветительский, поэтому цены на киносеанс в цирке будут предельно демократичными. В кинозал «Зрительный зал цирка» переоборудовали с помощью экрана размером 9х15 и кинопроекционного оборудования самого последнего уровня, плюс звуковое оборудование, которое и делает звук объемным, как в самом кинотеатре. Сегодня на первый киносеанс в цирк пригласили воспитанников школы-интерната номер 2. Ребята посмотрели необыкновенное приключение Серафимы – семейный мультфильм о девочке, которая во время Великой Отечественной войны попала в детский дом и, вопреки всему, стойко перенесла жизненные испытания и проявила любовь и милосердие к людям. Мы часто ходим в цирк. Дирекция цирка «Наши большие друзья». И на каждое представление мы приходим с удовольствием. Но вот такое посещение цирка, как кинотеатра, впервые. В общем-то, нравится. Сидеть удобно, все видно. Детям нравится. Вот вижу просто по реакции наших детишек, что всем все понравилось. Объединение кино и цирка в один проект не случайно. Они всегда считались важнейшими из искусств. А еще, отмечают инициаторы, кинопроект в цирке будет реализовываться не только в год кино. Проект долгосрочный, рассчитан на несколько лет. Задача Министерства культуры – привести в цирковые кинозалы тех, кто, в принципе, лишен возможности ходить на дорогие кинопоказы. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Победил хороший мальчик в Сочи. Главный приз кинотавра 2016 вручили режиссеру картины Оксане Карас. Путь звезд российского кино на церемонии закрытия, как всегда, пролегал по красной ковровой дорожке. От обилия шикарных вечерних платьев и смокингов разбегались глаза. Селебрицы с удовольствием общались с поклонниками и делились с журналистами впечатлениями о прошедшем фестивале. Это событие приобретает все больше и больше настоящего, традиционного тела, мяса, атмосферы. Им становится хуже, что бывает на фестивалях. Оно становится мощнее, ближе, роднее. Очень много молодых актеров, молодых режиссеров, что замечательно. Есть шанс у ребят как-то себя проявить. И кинотавр дает такую возможность. Это прекрасно. Ведущим церемонии закрытия стал Дмитрий Дюжев, который, к слову, сыграл самому себя в дебюте Ильи Учителя комедии «Огни Большой деревни». Фильм был отмечен специальным дипломом чюри за лучшее кино о кино, а также получил приз за лучший сценарий. Для меня этот фестиваль особенный, потому что здесь впервые дебютировал в основном конкурсе «Мой сын». Для меня это, конечно, такое волнительное и приятное событие. Лучшим среди короткометражек стал 14-минутный фильм «Кредит» Вадима Валиулина. А по признанию критиков, в этом году именно короткий метр был как никогда на высоте. А главный приз кинофестиваля получил хороший мальчик Оксаны Карас. Добрая картина о взрослении человека, снятая режиссером женщиной, завоевала сердца зрителей и жюри фестиваля. В этом году, вопреки традиции, гран-при взял фильм, показанный в первый конкурсный день. Когда мы открывали программу, я слышала, что зал принимает, что зал реагирует, зал живой. Вот это было самое важное. А сейчас это огромные авансы, это огромная честь. Лучшей актрисой назвали Наталью Павленкову, сыгравшую сотрудницей зоопарка, у которой вырос хвост зоологи Ивана Твердовского. Этот же фильм получил и почетный приз гильдии киноведов и кинокритиков. Награду за лучшую мужскую роль вручили Константину Хабенскому, сыгравшему коллектора Артура в полнометражном дебюте Алексея Красовского. Картина получила приз еще и за мастерство оператора. Лучшим режиссером стал Кирилл Серебренников, а самым запоминающимся дебютом фильм «Чужая работа» Дениса Шабаева. В Сочи впервые прошла выставка флоресцентного искусства. С 10 по 13 июня искатели необычного могли окунуться в атмосферу диких джунглей и приобрести светящиеся работы. Флоресцентную живопись представили художники из Сочи, Москвы, Краснодара и Ростова-на-Дону. Основная тематика всех светящихся работ – природа и человек в едином. С помощью ярких красок организаторы решили создать атмосферу диких джунглей. Помимо увлекательных кислотных картин на выставке можно было увидеть и работы в новом виде искусства «Канделиза», что означает в переводе «манящий свет» или «ловец эмоций». Этой техникой владеют всего два человека в России и несколько зарубежных художников. Работы выполнены на арголитовой плите, прошедшей семь степеней обработки. Одна из составляющих – это гипс. Остальные ингредиенты и техника исполнения такой игры «Света и тени» держатся в секрете. Уникальность таких картин еще и в том, что их можно мыть водой. Помимо выставки организаторы также проводили чайные церемонии, шоу-программы и встречи с художниками. Также мы проводили мастер-классы, на которых посетители могли пообщаться с художниками, узнать тонкости, росписи текстиля и увидеть магию красок, которые светятся при ультрафиолете. Мы сейчас решаем в Краснодар, наверное, поехать, там провести. Ну и в Сочи, если найдем другое помещение, может быть, посотрудничаем с «Форд». Питерский «Зенит» выбрал пять юных сочинских футболистов. Продемонстрировать свои умения владеть мячом и удивить тренеров Академии футбольного клуба могли все желающие в возрасте от 7 до 12 лет. Отбор претендентов на специальную тренировочную сессию проходил 11 июня на площади Южного Мола. Ну а сочинцы и гости курорта постарше поучаствовали в других увлекательных мероприятиях. Большой фестиваль футбола посетила и наш корреспондент Татьяна Говоркова. Ровно на один день площадь Южного Мола превратилась в большую футбольную площадку под эмблемой «Зенита». Разнообразные антракционы, футбольный фристайл, уроки от профессиональных футболистов, розыгрыши призов, автографы известных игроков и даже чемпионат по кикеру. Питерская футбольная академия организовала совместно с «Газпромбанком». Главная задача фестиваля – найти талантливых юных спортсменов. Мы выбираем пять человек, те ребята, которые поедут в осенние каникулы и примут участие в тренировках вместе с тренерами Академии футбольного клуба «Зенит». Здесь, в Дагомысе, пройдут тренировочные сборы. Ребята разного возраста, разного уровня, поэтому на самом деле это очень сложно. Кто-то занимается футболом уже давно, кто-то вообще играет только во дворе, кто-то приходит и только здесь, может быть, первый раз играет в футбол. В роли игроков мог выступить абсолютно каждый болельщик, вне зависимости от возраста и характера владения мячом. Десятилетний Алексей Кузьмин занимается этим видом спорта только год, зато уже планы грандиозные. Я хочу, конечно, записаться в клуб «Зенит», и мне очень хочется увидеть настоящих футболистов «Зенита». Я буду, конечно, вырываться в число, которые будут попадать в отбор, но мне это ничто не помешает, никто не помешает этому. Перспективных игроков на специально возведенное футбольное поле выходило довольно много. Некоторые ловко проводили мяч, кто-то даже забивал гол тренеру «Зенита». Такие показатели отмечают в Департаменте физкультуры и спорта администрации Сочи, связанной с предстоящими турнирами. Город готовится к Кубку Конфедерации и Чемпионату мира по футболу. Интерес к этому виду спорта растет с каждым днем. Уже более тысячи детей занимаются футболом. Более десяти тысяч интересуются футболом жителей города Сочи. Мы со своей стороны делаем все, чтобы каждый праздник такого рода был самым лучшим в России. Футбольные лагеря в Сочи уже организовывали Барселона и Ювентус. Академия клуба «Зенит» стала первой среди российских клубов. По итогам визита «Зенита» в шести городах России будут отобраны 30 сильнейших ребят. Причем проезд, проживание, культурно-развлекательная программа и, конечно же, обучение ключевым футбольным навыкам им будут предоставлены бесплатно. Марафон Академии популярного футбольного клуба страны стартовал 1 июня в Саратове. Сочи – второй город по счету, где проходит большой фестиваль футбола. Уже через месяц тренеры «Зенита» проведут такое же мероприятие в Калининграде. А после отбор юных футболистов будет проходить в Петербурге и Омске. Завершится марафон 20 августа в Екатеринбурге. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта. Отделочные материалы, двери, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В нашей студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих «Бьюти-рум Далс» – студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. Секрап пес sama одесска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова